У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Кришки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Flyer Dye. Летили, умри, в данный момент я уже практически прокачался до Феникса, играя на драконе, и, разумеется, мы будем сейчас есть кошечек, потому что кошечки, это действительно лучшая прокачка для дракона, вот именно в этой пирамиде. Это самое, ребят, быстрое, что вы можете делать, именно играя за дракона. Лучше, лучше прокачки вы найдете. Вот здесь просто нет никаких противников, которые могут, в принципе, съесть дракона. Помимо этого, кошек здесь спавнится прям невероятное количество. Получается 4 кошки, нет, 3 кошки как минимум. Это одна на верхушке, одна справа, одна слева. Но здесь еще есть змея, не забываем про это. Я превратился, ребят, как раз-таки в Феникса, наконец-таки. Это просто невероятно круто, но сейчас мы направляемся с вами... В принципе, Феникса может также здесь и прокачивать. Вы видите, то, что здесь есть кошечки. В принципе, Феникс также может здесь и прокачивать. Но, видишь, кошечки дают гораздо меньше опыта. Гораздо меньше опыта, чем дракона. То есть на целых 300 единиц опыта меньше. Валим. Сваливаем. Залезаем в тучу и пока что сидим здесь. Не знаю, понимает он то, что я в туче, не понимает. В любом случае, ничего страшного в том, что мы здесь немножко отсидимся. Не будет. Кто у нас в топе, ребят? Палка, 330-й. Кто еще? Энерджи Дринг. Так, Лекс и Надир. Вы молодцы, вы топовые. Вы крутые. Разумеется. Надеюсь, то, что вы докачаетесь до высоких уровней и меня победите. Потому что именно это я и жду. Блин, он быстро путешествует по воде. Вот эта птичка. Чаечка. Поэтому за ней не угнаться. Так что мы отсюда пока что сваливаем. Сваливаем где-нибудь в места, где мы сможем кого-нибудь другого съесть, наверное, да? У нас есть свинюшки. Свинюшки много дают ли опыта нам? Давай проверим. То есть, если котики нам дают 700, то свинюшка сколько дает? Свинюшка дает столько же практически. То есть, практически ничего не отличается. Так, это первый претендент на мое убийство, но что-то он меня не стал убивать. Странно. Опять посмотрел, такой думает, да не. Вроде Лекс. А это поедатель был. Поедатель Лексов. Опа. Так, ну ладно, пока что летим тогда в поисках лучших возможностей для поедания. Так, вот он. Нашел меня. Владик Летка. Владик Летка. Так, ну этот чувак сгорел. Мне дали дофига опыта, кстати, с него. Ну, гораздо больше, чем со свинюшки, по крайней мере. Но это все равно не лучшее. Не лучшее, что можно здесь получить. Сейчас мы направляемся тогда в зимнюю локацию. Не знаю, сколько это будет. Нас по времени займет. Но сейчас будем стараться именно там прокачиваться. Как-то не поджарил я, получается, этого чувака. Лекс и Тим, говорит. Какой? Я поедатель. Я ваш поедатель, чувак. Я должен вас съесть. Никаких сердечек. Либо прячься, либо все. У тебя нет шансов. Других никаких. Так, в принципе, можно съесть паучка. Давайте, наверное, это и сделаем. Потому что это даст нам хоть какой-то опыт. Я понимаю, что сейчас моя задача, в принципе... Моя задача не только, ребята, сражаться с лексами. Поедать их. Моя задача прокачаться. И быть самым сильным. Разумеется, до самой последней эволюции. Если я это сделаю, то, разумеется, вы сами понимаете, что это будет значить. Так. Паучку, паучку, паучку. Это будет значить то, что, в принципе, лексы, они не такие уж и сильные. К сожалению, да? Это окажется именно так. Так, поджог я паучиху. Остается только докусать. Кусь, 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 кусь. Много опыта дается. Практически 30, может быть, даже 40 процентов опыта. Нет, скорее всего, 30 процентов от нужной шкалы. И поэтому мы сейчас, конечно же, направляемся к следующему боссу. Если я буду уже играть за жнеца, я могу уже побеждать всех. То есть уже никого не останется. Вот лекс-код какой-то попався. Он направляется к воде. Здесь смерть был. Но чувак уже улетел. Блин, а как так-то? Прям огонь вокруг него был. Но при этом я его никак не коснулся. Ну ладно, странно. Кушаем свинку. Вот и лекс-код. Оп! Неужели не сгорит? Фух, я его съел. Прости, лекс-код, привет тебе. Респект тебе, что играешь. Но сегодня правила абсолютно другие. Это видео приурочено именно рубрике «Чужой среди своих». Ну как бы они не знают. Они знают, что я не свой. Они знают, что я не среди них. Они знают, что я буду их точно с ними сражаться. Буду стараться их победить. Поэтому как бы если они надеются, что я лекс, потому что поедатель лексов это реальный лекс, то это ошибочное суждение. Так, ну этого чувака я съем, хоть у него и мало жизней. Ну то есть мало опыта. Ну 1500, кстати, не так уж и мало. Это получается две свинки, может сказать, съел. Так, ну и Саву, разумеется, тоже съедим. Никаких, нет, никаких, никаких. Никаких тимплеев. Съедены. Прости, Лекс, Тим. Спасибо, что ты в моем клане. Спасибо, что ты играешь. Мне самому немножко терзает меня как бы так сказать вот это вот наличие того, что я сам по себе не должен вас как бы убивать. Мне самому неприятно. Ну блин, ну такой челлендж, ребят. Такой челлендж. Вы уж простите. Так, съем крокодила. Такой уж челлендж. Мы сейчас будем стараться этот челлендж, разумеется, завершить. И посмотрим, смогу ли я вообще добраться за первого места. По факту вы наблюдаете то, что пока что никаких сложностей передо мной вообще не было представлено. Вы действительно просто поедатель Олексов, главного врага клана Олексов просто берете и пропускаете спокойно в топ. Никто ему не мешает. Реально никто не мешает. Ну здесь, да, окей. Пытаются некоторые жнецы на него напасть. На меня. Но эти жнецы практически никого урона не вносят. то есть практически ничего сложного здесь нет. О, кот. Кот, котик. Я так понимаю, если я его съем, у меня будет уровень. Скорее всего. Потушится, кстати, в этой фигне в болоте или нет? Не знаю, не знаю. Ах ты, съел все-таки его. Сидим крокодила еще одного. Мне парочку крокодилов и мы, в принципе, уже прокачались. Прокачались за космического насекомого и там можно уже думать на том, что будет дальше. Потому что дальше уже будет мясо. Стоит, езжу. Смотри-ка на него. Блин, улетел влево. Мы тоже полетим влево, значит. Ах! Почти, блин. Почти, 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 почти. Это чувак, который на девятом месте, я так понимаю. Хотя, может быть, и нет. Может быть, это не он. Может быть, такой же просто самик. Ну и смерть атаковали. Он полетит сейчас в водоем. А водоем-то далековато. Он уже не знает, что идею делать. Ну все, он, скорее всего, погибнет. Валим отсюда. Я космическое насекомое. До свидания. А я космическое насекомое. Мне нужно попить воды. Сейчас попьем воды и сразу после того, как попьем, полетим в космос. Потому что в космосе как раз-таки без воды очень тяжело. Единственный источник воды у нас находится здесь, внизу. И поэтому приходится из космоса спускаться иногда. Один лекс валит другого лекса. Вот это я понимаю, команда. Вот такие вот лексы, ребят. И еще и сердечко поставил, блин. Говнюк какой. Ребят, напоминаю, что в Дискорде у нас есть как раз-таки специальная комната, специальная текстовая комната. Вроде так называется. Текстовая комната, где вы можете как раз-таки скидывать скриншоты доска позора, так называемая. Где вы можете, да, показать, кто вас съел, кто предатель, кто настоящий враг нашего клана. Вы это все можете показать. Привет, привет. Да ты знаешь, что это я. Я ему не говорил, честное слово. Он откуда-то просто сам прознал. Так, ну мы сейчас съедим большой вот этот фрукт космический. И после того, как мы его съедим, в принципе, у нас должна быть сразу же эволюция. Давай посмотрим. У вас такого не будет, ребят. Если вы будете играть за это существо, за космический большой глаз, то, к сожалению, если у вас маленький уровень, вы не сможете прокачаться. Вы не сможете. Я не буду давать нему никаких опознавательных знаков, чтобы он не понял, что это я. Он и так понимает, что это я. И многие уже в Дискорде, видимо, тоже понимают, что это я. Но, видишь, я не буду палиться. Я не палюсь. Никаких сердечек, никаких смайликов, ничего такого не буду показывать. Каркарыч, привет. Опа. Теперь я космический злой глаз. Оп. Кусь. Кусь. Я его не смогу победить, кстати, этого монстра. Кислорода сейчас подышим. Вон Родион. Немножко подхилимся и, разумеется, победим уже. А для того, чтобы подхилиться быстрее, можно сразу влево полететь. Съесть какого-нибудь чувачка. Либо яйцо. Кстати, у меня есть задание, миссия целая. Съесть вот эти вот яйца. Опа. Поэтому сейчас это задание будем выполнять. Вроде бы мне одно яйцо как раз таки осталось для того, чтобы побеждить, побеждить. Так, ну вот. В общем-то, этого босса мы победили. Ура! Теперь я космическая летучая мышь. Да, меня убили. Неужели он до меня не достаёт? Офигеть! Либо он до меня не доставал, либо я не понимаю, что вообще происходит. Просто какая-то жесть! Но это было опасно. Он, видимо, он походу знает, что я Лекс. Но это не честно, чуваки, я же вас всех поедаю. Ну вы чё, издеваетесь? Вы издеваетесь? Я же поедаю Лексов. Надо попить воды и свалить отсюда нафиг. Здесь ещё попьём. Мне кажется, дат их координирует, говорит, где же находится Лекс. Я уже могу, в принципе, большую часть игроков есть. Вон здесь чувак тоже на таком же летает. Иловец, между прочим. Это вот на седьмом месте, который Челик. Но мы сейчас должны съесть монстра. Ясно. Интересно, смогут съесть монстра? А его уже кто-то съел. Лол. Его уже кто-то съел. Ладно, пока они здесь, они думают, что я буду качаться тоже здесь. Можно, в принципе, свалить через портал. Через портал сейчас попробуем поесть в этом, в другой части мира. За этих всех существ. Здесь, видишь, тоже есть такой островок. Здесь, вроде бы, тоже где-то есть босс. Пусть, 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 пусть. Подышим. Редко вообще всякие жнецы здесь появляются. Вот босс. Хорошо, хорошо пошло. Ах ты да! Ах ты преследователь! Читер! Блин, залетел не туда куда-то. Читер, отстань. Он меня преследует, он знает, что я здесь. Это не честно. Ладно, подышим немножко. Сейчас за мной сразу жнец прилетит. Проверяйте, просто проверяйте. Надо было спрятаться в тучке. немножко не получилось. Ладно, полетели туда влево. Это этот, энерджи. Энерджи-дринк. Такое ощущение, где вообще у них целая команда. Они друг другу координируют, говорят, где нахожусь я, чтобы меня уничтожить. Пусть. Могу залезть, кстати. Отстань. Отстань, братан. В принципе, я могу в космос улететь, еще я парюсь. Оп. Все, здесь отсиживаемся. Он не знает, что я здесь, он меня не видел. Он думает, что я лечу влево, либо я улетел в космос. Он пока что не знает, что я здесь. Но мы, ребята, обязаны докачаться до следующей эволюции, перекормить летучую мышь. Видишь, в чем проблема? Мне нужно пить. Мне сейчас нужно попить. И для этого мы сейчас летим вправо, потому что здесь есть водоемчик. И надеюсь, то, что призрачного жнеца здесь у нас не будет. И никто меня не спалит, что я именно здесь. Все, спрыгиваем. Оп. Пьем, 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 как можно больше. И взлетаем. Максимально. Максимально взлетаем. Полетели, наверное, сразу вправо. Здесь еще маленькие островки должны быть. Не только там вот этот вот островок, который был справа и тот островок, который был слева. Вот, видишь, маленький островок. А, это, нет, это именно тот большой. Я так понимаю, да, или это маленький. Сейчас мы узнаем. Сейчас едим это яйцо. Миссия, мне кажется, у меня уже 100% выполнена. Подышим кислородика. Блин, не знаю, не знаю, ребят, сложно, сложно понять. Это, кажется, отдельный островок вообще. Вот яйцо есть. Ну все, мы здесь уже прокачиваемся, скорее всего. Мне хватит вроде бы обыта. Вот, готово. Давай, иди сюда, монстрик. Страшный, страшный монстрик. А, эволюция, меня схватила, схватила, уничтожает, помогите. Все, я превратился в призрака, ребят. После этого, мы уже как раз таки можем, после призрака, становиться другими, всякими, интересными, крутыми, сложными, опасными эволюциями, которые могут поедать всех в данной игре. Меня уже ищут, но меня действительно открыло, мой клан открыл охоту. Это действительно прикольно, потому что они действительно там друг с другом координируются в Дискорде, и вы можете также вместе с ними играть. Ссылочки на Дискорд в описании, ссылочка на группу ВКонтакте, на все остальное тоже есть в описании. Обязательно вступайте во все социальные сети, мне будет приятно. Это была игра Flyer. Всем спасибо за просмотр, и всем добра.